Мы можем, Дмитрий, говорить, что сейчас Украина меняет не только вот эту историю, которая сейчас происходит, но она делает поправки той истории после Первой мировой войны. Вы, наверное, тоже знаете, что история говорит, что империи разрушились после Первой мировой войны, Европейские империи, большие, в том числе Российская, но здесь я хочу дать поправку, мне кажется, Российская именно не распалась, империя. Она осталась, только, может, покраснела, и буквы СССР там поставили, но большевики там эту империю продолжали, и сейчас мы и Украине видим, что эта империя там и есть, и делает свое неприятное дело. Я согласен с тем, что вы сказали, но я скажу больше. Я совершенно уверен, что с победой Украины геополитическая и политическая карта мира сильно изменится, претерпит большие изменения. Я абсолютно уверен, что вернутся, как говорят русские, они про Крым говорили, что Крым вернулся в родную гавань. Вот в родную гавань вернется Кенигсберг, Карелия, Сахалин, Курилы, Абхазия, Южная Осетия, так называемое Приднестровье, естественно, Крым и Донбасс вернутся домой, что там еще, какие куски территории. Ну и я уверен, что России не будет вот этого пугала огородного, не будет, будут другие территории вместо России. На месте России будут другие территории, их будет немало, потому что не захочет наверняка богатая Якутия отдавать любинную долю своих денег разрушающейся нищей России. И чечня не захочет там жить, и Ингушетия, и Дагестан, и так далее, и так далее. Я думаю, мы с вами увидим распад этого монстра. Думал назвать его колоссом на глиняных ногах, глиняные ноги подходят, колосс не подходит, это не колосс, это черти что. Вот это черти что на наших глазах мы увидим падение его и распад на ряд государств. Понятие, что надо эту работу завершить, я говорю работу без ковичков, потому что это очень ответственный шаг, который сейчас делает Украина. Надо заканчивать эту работу. Это понятие вообще в Украине, можем говорить, состоялось, и не будет компромиссов, не будет никаких там реверансов насчет добрых, не знаю, россиянов или так далее и подобное. Нет, однозначно нет. Мы этих россиян увидели в деле, они для нас недобрые. Это фашистское государство, нацистское государство. Это государство, осуществляющее геноцид украинцев. Это убийца мирных жителей, детей, стариков, женщин. Этой стране, этому государству не место на карте мира. Никаких компромиссов с ним быть не может. Мы ненавидим не только Путина и его бамбу, мы ненавидим поддерживающие их большинство граждан России. Когда-то Юрий Афанасьев на Первом съезде народных депутатов СССР назвал улюлюкающие и сгоняющие топотом ног академика Сахарова с трибуны большинство агрессивно послушным большинством. Я хорошо запомнил это определение, и я считаю, что сегодняшнее российское общество — это агрессивно послушное большинство. Это очень точное определение Юрия Афанасьева. Не я его придумал он, и я ему отдаю должное. Никаких компромиссов с этой варварской, нецивилизованной, тупоголовой страной быть не может. Только победа, покаяние, выплата репараций и прекращение существования этого вооруженного монстра в том виде, в котором он есть. Разоружение, деноцификация, демилитаризация, деимпериализация. Вот закономерный финиш этой проклятой войны. Когда мы говорим «Россия», вы тоже сказали, и я на таких же условиях понимаю сейчас слово «Россия» — это фашизм. Но если мы знаем, что в истории итальянский фашизм — это было государство, германский фашизм — это была раса, тогда можем мы сейчас найти российский фашизм, подбирать определение. Это что, это крепостной фашизм? Потому что они же никогда не вышли из крепостного уровня, где они были там в 19 веке. Вы задали хороший вопрос. Что такое фашизм и что такое нацизм? Надо разобраться с понятиями, сразу определиться в терминах. Фашизм — это превосходство государства над личностью, подавление государством личности. Нацизм — это подавление одной нации другой, превосходство одной нации над другой, возведённое в идеологию. Говоря о России, мы можем сказать, что это фашистская страна, безусловно, и нацистская страна, безусловно. Но истоки, корни фашизма её и нацизма уходят в далёкое прошлое. Я не буду сейчас копаться во временах Петра Первой или Екатерины. Поверьте, если мы туда зайдём, мы окунёмся с головой в помои и оттуда не выйдем. Я готов сказать вам о 20 веке. Это век бесконечного истребления своими своих. Век бесконечного геноцида. Если взять, слушайте, даже до появления Советского Союза, какие страшные цифры. Первая мировая война миллионы людей внесла, миллионы, вот на территории Российской империи. Затем революция, гражданская война и ещё миллионы. Затем голод 1933 года, голодомор, миллионы. Боже, погибали миллионы людей от того, что им нечего было есть на плодородной украинской земле. Это вообще нонсенс. Это ни в какие ворота не лезет. Это геноцид. Дальше. Репрессии 1937 года. Закатали в асфальт столько людей в лагеря. Сколько застрелили. Это миллионы. Причём, поверьте, речь идёт о лучших. Это не худшие погибали. А сколько уехало эти все философские теплоходы и просто миллионы людей в панике сбежавших из этой пропадающей страны, прокажённой, проклятой страны. Затем война Вторая мировая. Ну, десятки миллионов людей, причём опять-таки лучших. Кто первым шёл в бой лучше? Затем опять репрессии 1949 года. Опять лагеря. Эта страна показала всему миру пример, как не надо жить. Эта страна устроила геноцид собственного населения. Выразившаяся в результате в том, что произошла отрицательная селекция, когда лучших уничтожали, а вверх брали худшие. Сейчас при Путине, при его 20 с лишним годах правления, это всё доведено до совершенства. Опять миллионы уехавших. Опять убитые. Ну, только Чеченская война, а теперь ещё Украинская война. Посмотрите, сколько жертв. Поэтому отрицательная селекция. И мы видим, что пена наверху, а всё хорошее планомерно уничтожается или уезжает. Но, Дмитрий, послушайте. До 24 февраля того года было такое слово «братья». Славяне говорили, в одной стороне Украина, в другой стороне россияне. Они говорили, и вы говорили, наверное, и думали «братья». До 2014 года я думал о государстве России очень плохо. Я всё понял об этой стране, об этом государстве. Я вам скажу, когда. Я же служил в армии, в советской армии под Ленинградом, под Лугой, город Луга. Там такой городок, часть есть, ракетные войска оперативно-тактического назначения. Я уже посмотрел, как живут люди под Ленинградом. Мне это не очень понравилось, потому что у нас под Киевом жили в сто раз лучше. И под Черниговом, и под Сумами. Не говоря уже о Западной Украине. Это совершенно другая цивилизация. Тогда я уже немножко начал задумываться, а чего так вот люди живут у них хуже намного. Потом я в конце 80-х начал заниматься активно шоу-бизнесом. Это было время, когда Горбачёв налог установил, по-моему, 13% в единый налог или чуть больше. Надо было платить государству, а всё остальное, забирая себе, делись с артистами и так далее. И мы, компания называлась тогда «Киев Концерт». Это была главная концертопроводящая фирма Украины. И мы проводили концерты звёзд советской эстрады по всему Советскому Союзу. То есть я объездил всю Россию от Магадана до Калининграда, от Хабаровска до Челябинска. Я был во всех практически крупных городах, где были большие концертные площадки. И я вам хочу сказать, что я уже тогда всё понял про эту страну. Относительно всё, да, не будем самоуверенными. Относительно всё. Затем, уже в 2004 году, это 19 лет назад, я уже тогда чётко понимал, что Украине надо отмежеваться от России и общего пути у нас нет. Есть это популярное видео на Ютубе. В 2004 году у нас были выборы президента. Сошлись в поединке Виктора Ющенко про европейские политики, Виктора Янукович про российский политик. Были большие фальсификации. Вы помните эту ситуацию? Майдан был. И Путин, Россия поддерживали Януковича. И вот я помню этот день, когда Януковича официально центральная избирательная комиссия уже назвала президентом Украины. И меня это настолько возмутило, что я тут же сел в машину, поехал на единственный оппозиционный тогда пятый канал, рупор революции. И в прямом эфире, через полтора часа после того, как Януковича официально назвали президентом, в прямом эфире призвал всех выходить на Майдан в поддержку Ющенко и сказал очень важные тогда слова. Я не хочу в Россию. Я хочу в Европу, я хочу на Запад. В Украине не по пути с Россией. Я это понимал. Хорошо, что есть Ютуб, и мы можем это увидеть. Я это понимал ещё в 2004 году. Ну а после 2014-го всё окончательно стало на свои места. Мы увидели эту Россию варварскую во всей красе.